Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами снова встречаемся за евангельским чтением, которое предлагает нам Святая Церковь о некоем человеке-законнике, который подошедший ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос ответил ему, а что в законе написано? И законник процитировал ему фразу Священного Писания, в котором говорилось, что возлюбив ближнего, как сам себя. И вот, чтобы снова как-то искусить Христа, законник спрашивает, а кто мой ближний? И вот на этот вопрос Христос приводит один рассказ, что некоторый человек шел с Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Отобрали его имущество, отобрали его одежду, избили и оставили умирать одного в пустыне. И вот по той дороге шел священник и левит. Увидевшие этого человека, они прошли мимо него, потому что закон запрещал прикасаться к крови. И некто самарянин, человек, который был противоположным иудеям, человек, с которым иудеи не имели общения, шел той дорогой. Увидел избитого, окровавленного человека, сжалился над ним. «Первое, что он сделал, он возлил на его раны масло и вино, и всадил его на своего осла и привез в гостиницу. И дал гостинику два динария, попросивши, чтобы тот и вылечил человека, и когда истратит он больше того, что дал он, возвращаясь, он ему возвратит». И вот тогда этим примером Христос спрашивает, да кто же ближний наш? Ближний тот, кто рядом с нами и кто нам помогает? Или, может быть, ближний тот человек, который является рядом с нами в минуту нашего несчастья? Человек, которого мы не знали. Человек, который вовсе не знал о нас, но человек с добрым сердцем. Человек, который достойно несет звание христианина. Человек, в котором есть милосердие, есть любовь Божия. Человек, который всегда готов помочь своему ближнему или человеку, попавшему в беду. Дорогие братья и сестры, давайте мы с вами сегодня зададимся вопросом, а какую пользу мы оказываем и ближним, и дальним, тем, кому мы знаем, и тем, кого мы не знаем. Сегодня в мире бушуют разные страсти и события, и мы должны принимать в них активное участие. Участие не в делах тьмы, а участие в делах добра и тем еще раз подтверждать наше доброе звание христианина, православного человека. Человек, который ищет Царствие Божие и находит его в добрых делах и в добрых своих поступках. Мира вам, добра и благоденствия. Мира вам, добра и благоденствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова